Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня буду говорить о арбузах, а именно о выращивании арбузов в регионах с холодным климатом. Я дальше буду говорить о сибирском регионе, но это подходит также к Уральскому региону, к Дальневосточному, к Приморскому краю, к Северным районам. Это относится ко всем, у которых холодное короткое лето. Чтобы вырастить арбузы и получить хороший урожай у нас в сибирском регионе, ну а также во всех других, самое главное это правильно выбрать сорт. У нас короткое лето и в сентябре уже бывают заморозки, поэтому арбуз должен успеть созреть. Если мы будем покупать вот такие сорта, вот тут 10-килограммовый он, вот этот, он, конечно, мне не вызреет. Но моя натура экспериментатора не дает мне покоя, я опять Нинча купила. Вот этот хочу попробовать в теплице, хотя я больше чем уверена, что он не поспеет. Да, он наростит свою вот эту шикарную ботву, красивые листья, даже может быть сформирует вот этот 10-килограммовый плод, но вызреть он такой огромный не успеет. То же самое ожидает вот этот мой 8-килограммовый. Соблазнилась я, купила, хочу попробовать в теплице вырастить. Но тоже я уже готова к тому, что он у меня не вызреет. Нужно при покупке арбузов для выращивания в Сибири и других регионах убирать скороспелые плода. Ой, эти сорта с коротким вегетационным периодом. Традиционным сортом, любимым многими, является по-прежнему огонек. Огонек. Он уже очень давно выращивается. Вот 50 лет назад в детстве я ела этот огонек, мама выращивала с бабушкой. Сейчас и я, и мои дети его любим. Он берет тем, что он, плод у него маленький, 2 килограмма, быстро его формирует и начинает спеть. Уже август-сентябрь мы кушаем эти огоньки. Такой же арбуз, сахарный малыш. Хотя у них семена совершенно разные. У этого крупные, коричневые, у этого черненькие. Плоды одинаковые, 2-х килограммовые, темно-зеленые. Вот такие они примерно, только маленькие. Размером с футбольный мячик. Прекрасно у нас вызревают. Но чтобы получить полностью от них отдачу, нужно вырастить, конечно, рассаду. Нужно потрудиться, посеять сейчас ее в апреле. Она у вас постоит на окне. Да, арбуз начинает свою жизнь у нас на подоконнике. Потом, примерно через месяц, можно его будет высадить. Сроки вы каждый рассчитываете сами, в зависимости от вашего климата и от того, куда вы будете садить. В теплицу или в открытый грунт. Я вот эти вот свои буду садить в теплицу. Я буду их выращивать месяц, даже чуть побольше. Такой же принцип старайтесь придерживаться, когда будете вот дыни. Тоже старайтесь брать ваши районированные, с коротким сроком созревания, чтобы не было разочарования, чтобы не оказались осенью зеленые плоды. Все, начинаем. Достали семена. В первую очередь нужно их протравить. Я протравливаю в растворе марганцовки. Делаю вот такой светлый раствор, видите, чтобы на просвет он был прозрачный. Держу 30 минут, потом вынимаю и в любой регулятор роста. Циркон подойдет, эпин подойдет. Растворяете по инструкции, ложите туда, кладете. Все. Я ватные диски мочу, накладываю туда семянок и между двумя ватными дисками в крышечке от банки они прекрасно себя чувствуют. Я жду всегда, когда семена проклюнутся, потому что даже вот мои семена, которым, как я доверяю, бывает, что недозрелые и невсхожие. И когда мы по стаканчикам непроклюнутые семена рассадим, мы прождем, время потеряем, они не взойдут, и потом садить новые будет поздно. Так что, если вы хотите уже 100% всхожесть, гарантию 100%, подождите, когда они проклюнутся. Потом я, когда буду рассаживать по стаканчикам, я вам все это покажу. Сейчас вот пока что доставайте или покупайте семена, протравливайте, стимулируйте, пусть они проклювываются. Когда проклюнутся через несколько дней, я вам уже расскажу про почвенную смесь, какую готовлю смесь почвы и как я рассаживаю стаканчики. Дальше ничего такого сложного нет. Так же, как томаты, они будут стоять у вас на подоконнике или на полке на стеллаже и расти. Когда они подрастут, вы их высадите или в открытый грунт с наступлением тепла или в теплицу, вот как я. Дыни. Все дыни делаем по этому же принципу. Протравливаем, замачиваем, проклевываются, садим по стаканчикам, выращиваем рассаду. Только вырастив рассаду, можно получить хороший урожай в холодных регионах. Читайте статью о выращивании. Смотрите фотографии у меня на странице в Одноклассниках. Набирайте в поисковике Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Там я все подробно рассказываю, все фото пошагово выкладываю. Кто ни разу не выращивал арбузы, попробуйте. Это очень вкусно. И они, если выращивать в теплице, не горизонтальным по полу, а вертикальным способом, у меня вот там есть фото, как они в мешочках висят, они занимают очень мало места. 3-4-5 штучек. У каждого найдется место в теплице. Выращивайте дыни и арбузы. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова